Одной из задач, стоящих перед налоговыми органами, это выявление и пресечение фактов оказания в целом услуг без госрегистрации и в общем деятельности без государственной регистрации. Сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Пинску в этом направлении уже с 2016 года выявили около 40 нарушений законодательства. Благодаря этой работе почти на 100 миллионов налоговых выплат пополнился бюджет и изъято материальных ценностей на полмиллиарда белорусских рублей. За прошлый год разоблачили 120 случаев незаконного оказания услуг. Для выявления и пресечения фактов на постоянной основе проводится анализ сети интернет. Это сейчас в настоящее время очень актуально. Анализируются и социальные сети, и так рекламные объявления, которые расположены на различных страничках и так далее. В дальнейшем проводятся уже контрольные мероприятия с использованием метода контрольной закупки. Устанавливается факт и в зависимости от того, человек систематически осуществляет деятельность, либо же в первый раз уже принимается решение о применении административного взыскания, составлении административного протокола и направления в хозяйственный суд, либо же о внесении предупреждения на первый раз о прекращении деятельности. В следствии контрольного мероприятия, кадры которого вы видите на своих экранах, удалось задержать гражданина, который уже получал предупреждение за незаконное оказание услуг. Мужчина промышлял нелегальной перевозкой пассажиров. Теперь предупреждением и штрафом он может и не отделаться. Материалы дела направлены в суд. Всех, кто оказывает услуги населению без государственной регистрации, то есть незаконно, ожидает наказание. Административная ответственность предусмотрена по статье 12.7, часть 1, прим. 1. То есть там предусмотрена ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с конфискацией, либо без конфискации предмета совершения, орудий и средств. Таким образом, игнорирование закона может лишить вас не только денежной суммы, но и материальных ценностей, при помощи которых и оказывались нелегальные услуги. У кого-то заберут в пользу государства инструменты для ремонта, а кто-то может лишиться автомобиля.